Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем чтение Псалтири. Сегодня мы будем читать 91-й Псалом, о котором неизвестно, по какому случаю он был составлен. Этот Псалом имеет всего 16 стихов, но есть надписание «Псалом песни в день субботний». И считается, что в субботний день этот Псалом исполняли в храме, и в нем речь идет о покое, о субботе в таком широком смысле этого слова. Псалом говорит о грядущем покое, субботстве, который наступит во дни Христа в его вечном царстве. И мы читаем сам Псалом «Благо исповедовать Господа и петь имени Твоему, Вышний». Благо, то есть счастье, исповедовать Господа, то есть проповедовать о нем, рассказывать о нем, свидетельствовать о нем, и петь имени Твоему, Вышний. И мы вспоминаем, что общее название Псалтири в еврейской традиции – «Сефер тегелим», то есть книга «Восхваление», «Прославление», потому что без восхваления и прославления мы не можем выстраивать правильное отношение с Богом. И хотя в Псалтирии есть покаянные псалмы, но тема восхваления, тема песни, в которой прославляется Господь, она доминирует. «Благо исповедовать Господа и петь имени Твоему, Вышний». «Возвещать утром милость Твою» – имеется в виду утренняя молитва, «и истину Твою во всякую ночь» – имеется в виду вечерняя молитва. «На десятиструнной Псалтири с пением на гуслях». Десятиструнная Псалтирь указывает на жизнь по заповедям Божьим, по десятисловию, когда человек сам своей жизнью звучит перед Богом, как некий инструмент. И ни одна струна не забыта, ни одна заповедь не остается неисполненной. «На десятиструнной Псалтири с пением на гуслях» «Гусля» – это учение святых, десятиструнная Псалтири – это закон Божий. «Ибо Ты, Господи, возвеселил меня творением Твоим и делами рук Твоих я буду восхищаться». Действительно, мы восхищаемся делами Божьими, делами рук Бога. Особенно теми делами, которые Он совершает в жизни каждого из нас, возвращая нас всякий раз на путь истины, света и праведности. «Как величественны дела Твои, Господи, дивно глубоки помышления Твои. Муж безумный не познает, и неразумный не уразумеет всего». То есть верующий человек наслаждается величием дел Божьих, как апостол Павел пишет в послании к римлянам, мы познаем Бога невидимого через рассматривание творений видимых «дивно глубоки помышления Твои». Имеется в виду, что мысли Божьи, они проникают в наше сознание через чтение библейского откровения. А муж безумный, это неверующий, как в Псалтире написано, сказал «безумец, сердце своем нет Бога». Это человек, который отвергает существование Создателя в этом мире. Он не видит, значит, и смысла существования этого мира. Муж безумный не познает, то есть величие Божие, и неразумный не уразумеет всего в себе самом, ибо в него не проникают слова Божьи. «Тогда как грешники выросли, как трава, и все делающие беззакония появились, чтобы исчезнуть век века». То есть они существуют, как бы некие такие бесполезные поколения, которые возникают, а потом от них ничего, как бы, не остается. Высунулись. Здесь мы прочитали. Тогда грешники выросли, как трава, буквально высунулись, и все делающие беззакония появились, то есть высунулись. Высунулись, как восходящая трава. Только появилась, а потом раз, сразу засохла, чтобы исчезнуть век века. «Ты же вышний вовек Господи». То есть ты превознесен над всем, и ты вовек само милосердие. «Ибо вот враги твои, Господи, ибо вот враги твои погибнут, и рассеются все делающие беззакония». Источником их погибели не является Господь. Источником их погибели является их удаление от Бога. Поэтому человек сам губит себя. «И поднимется, как у единорога, рог мой, то есть получу от Бога необычайную силу». Вот такое объяснение дает Феодорит. Рог – это символ силы, могущества. «И старость моя будет умощена тучным елеем». Действительно, многие боятся старости, но она в жизни верующего человека по-славянски «в елее мастите». То есть будут радоваться и благодушевствовать подобно намазанным елеем, как вот в понимании древних людей, елея – это символ как бы благополучия. И преданный Богу и в старости будет умощен этим благополучием. И посмотрит, и посмотрит по-славянски во зре здесь прошедшее время и посмотрит глаз мой на врагов моих. То есть можно так посмотрел уже, можно посмотрит глаз мой на врагов моих и о восстающих на меня лукавых людях услышит ухо мое. То есть как бы краем глаза там заметил их врагов, но не смотрит на них с каким-то таким вниманием, трепетом. Писание вообще нам запрещает отвлекаться от созерцания Бога. Сказано, взирайте на начальника и совершителя жизни. И мы помним, что когда апостол Петр вышел из лодки, он смотрел на Христа и шел. А когда он посмотрел на волны могучие, то есть свел свой взгляд со Христа, он сразу начал утопать. И посмотрит, то есть взглянет глаз мой на врагов моих вскользь и о восстающих на меня лукавых людях услышат ухо мое. То есть какие-то слухи донесутся о погибели их. Такое объяснение предлагает Феодорит. Праведник как финик, как финик. Финиковая пальма отличается долголетием, высотою, величиною и широтою ветвей. Вот посмотрите книга Иова 29-18. Праведник как финик процветет и как кедр на Ливане размножится. Образ кедра ливанского я объяснял. Это самое такое высокое дерево, известное на Святой Земле. Размножится насажденные в доме Господнем, они процветут во дворах Бога нашего. То есть настоящий рост духовный начинается в Доме Господнем, где читается Слово Божие, преподается Закон Божий, где люди совершают общественную молитву, они процветут во дворах Бога нашего, ну как бы украшаясь, питаясь и взращиваясь, и укрепляясь благочестием, молитвой и хвальбами, прославляющими Бога. Размножится еще в старости честной. Что такое честная старость? По-славянски «мастите», «мастите». Есть такое словосочетание «добрая старость». А как это? Размножится еще в старости честной и будут блажены. А разве человек размножается в старости? Нет. Имеется в виду, что они будут радоваться о множестве своих внуков, верующих внуков и о множестве своих верующих правнуков. И будут блаженные, благоприемлющие, это по-славянски, по-гречески имеется в виду «благодушествуя, наслаждаясь жизнью и ее благами». То есть благоденствуя даже в старости. И последний стих этого псалма «да возвестят, возвестят они, что праведен Господь Бог наш и нет неправды в нем». Имеется в виду, что Бог праведен в том, что Он наказывает нечестивых, точнее, нечестивые сами являются виновником своего наказания. И Он праведен в том, что Он воздает праведным в их случае они сами сохраняют отношения с Богом и удаляются от Него. И это является залогом того, что они будут счастливы от первого своего дня до последнего.